ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Дроны ГУР, СБУ и сил специальных операций поразили склад в Тихорецке Краснодарского края, куда месяцами путинацисты свозили боеприпасы, привезенные из Северной Кореи. Это был главный логистический узел для них. Центр стратегических международных исследований делал расследование, в котором специалисты пришли к выводу, что именно эта база в Краснодарском крае была расширена и на ней хранились корейские боеприпасы и ракеты. Но это не все. Оказалось, что на уничтоженном складе арсенал оружия, приобретенного за десятки миллиардов долларов у Ким Чен Ина и иранских Айитол, лежал просто под открытым небом, и его прекрасно было видно на общедоступных снимках со спутника. Внешняя политика России миролюбивая без всякого преувеличения. Если посмотреть на политическую карту мира и увидеть, что из себя представляет Россия, становится очевидным, что нам не нужны ни чужие территории, ни чужие природные богатства какие-то. У нас всего достаточно. Мы самодостаточная страна. У нас нет необходимости с кем-то воевать и конфликтовать. Сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать. Сильной стране не нужно никому ничего доказывать. Ей не нужно выполнять указания антидопингового агентства. Ей не нужно выполнять требования Международного Олимпийского комитета. Ей не нужно унижаться и накрывать столы для каких-нибудь чиновников МАГАТЭ. Да я могу продолжать до бесконечности. Ей не нужно участвовать в Советах Европы десятилетиями и отчитываться перед ОБСЕ. Сильной стране все это вообще не нужно. Она зациклена на себе. Она может быть небогатой, как та же самая Северная Корея, которую называют нищей, но это неправда. Северная Корея не нищая. Посмотрите на хронику. Но Северная Корея независимая. Для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир в труху они готовы. Есть Россия воюющая, есть Россия строжающаяся. А есть какая-то не Россия, которая хочет, чтобы все вернулось обратно. Не дождется. Теперь дальше по Донбассу. Вот появилась информация, что 100 тысяч северокорейских добровольцев готовы прибыть для участия в боевых действиях против... Северокорейские добровольцы, Игорь Юрьевич, даже звучит как Оксимиран. Знаете, может быть шутка, может быть нет, не знаю. Но Северная Корея, по крайней мере, политически свою позицию обозначила. Более того, северокорейские строители готовы работать вместе с нашими по восстановлению разрушенных Украиной городов Донбасса, Херсонской, Запорожской и других областей, которые мы освобождаем и которые еще предстоит освободить. Но почему мы должны стесняться, например, взять и воспользоваться такой помощью? Не должны. Кстати говоря, северокорейские строители работают качественно, хорошо, выносливы, неприхотливы, самое главное, мотивированы. И не надо нам стесняться принимать вот эту руку, которую нам протягивает Кин Чен Ын. Да вообще, России, пора выйти из режима санкции против Северной Кореи. Открыть границу, наладить нормальный товарообмен. Ну а если северокорейские добровольцы с их артиллерийскими системами, богатым опытом контрбатарейной борьбы с реактивными системами залпового огня северокорейского производства повышенного калибра захотят принять участие в боевых действиях, ну, давайте зажгем зеленый свет на пути и к добровольческому порыву. В конце концов, мы помогаем Северной Корее, если Северная Корея вдруг изъявит такое желание выполнить свой интернациональный дух по борьбе с украинским фашизмом. Давайте окажем ей... Мы не просто помогали, мы ее создали. Ну, в данном случае мы здесь в определенной степени говорим с уважением. Да, в Истоке независимости Северной Кореи, советская и китайская военная помощь, и наши добровольцы. И если сегодня северокорейские трудовые и военные добровольцы прибудут на Донбасс, это суверенное право суверенных государств ДНР и ЛНР. Руководителя провозглашенной Луганской народно-демократической республики. Фотография Петра Первого и Путина. Под Петром написано, открыл окно в Европу, под Путин закрыл окно в Европу. И написано, проветрили и хватит. Хватит, да. Я уверен, что наши граждане это почувствуют. Почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Знаете, это же не мана небесная, с неба сразу все не повалится. 16 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил России, доведя количество военнослужащих ровно до полутора миллиона человек. В предыдущий раз армию России увеличивали в декабре минувшего года. Суммарно она составила 2 миллиона 209 тысяч человек, в том числе 1 миллион 320 тысяч военнослужащих. Тогда о враждебной обстановке на Западе речь не шла. Просто война неумолимо перемалывала все новые и новые тысячи жизней, десятки тысяч россиян. А желающих добровольно идти на убой становится все меньше. Именно по этой причине власти в спешке запускают систему электронных повесток, пока только в трех регионах, а с началом осеннего призыва 1 ноября и по всей России. Электронная повестка считается полученной через неделю после ее размещения в реестре военного учета. И с этого момента призывникам запрещено покидать территорию России, чтобы не сбежали от неминуемой смерти. Так что все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Так что, друзья, Ахмат силы, Россия мощь, Бог един, Аллаху, Акварь. Заботятся, конечно, в Москве и о приграничных областях Российской Федерации. Так, министр обороны Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья Курской, Белгородской и Брянской областей. Министру рассказали о мерах по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры, а также обеспечении войск вооружениями и техникой. Как в действительности защищают население приграничных регионов, мы видим на примере Курской области. Районный центр Суджа методично стирают с лица земли вместе с жителями. Точно так же, как и подобные города по другую сторону границы. По официальным данным украинской стороны, с начала украинской военной операции в Курской области только в Судже от бомбежек и обстрелов погибло 23 человека, а в сутки на многострадальный город в среднем падает 7 корректируемых российских авиабомб с боевой частью в полтонны. Хватает, впрочем, и обычных артиллерийских обстрелов. Прилетело где-то, горело вот здесь вот на параллельной улице вчера целый день. Кто обстреливает? Наши. Русские. Русские? Ну, конечно, кто? При этом российская сторона отказывается принимать участие в спасении жителей Курской области, оставшихся на территории контролируемой Украиной и брошенных властями на произвол судьбы. В пятницу, 13 сентября, родственники жителей Суджи попросили президентов Путина и Зеленского открыть гуманитарный коридор в Россию для эвакуации мирных граждан. На следующий день это обращение опубликовала новая газета. Как известно, еще 15 августа тогдашняя украинская вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Украина готова открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области, причем как в сторону Украины, так и в сторону России. И что украинская сторона ждет официального запроса России. Впрочем, ни официального запроса, ни официального ответа от Кремля, конечно же, не последовало. А на вопрос о судьбе обращения родственников Суджан в Кремль пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ответил на брифинге 17 сентября в своей обычной манере. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет. А в ответ на недавнее заявление главы украинского МИДа Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, подконтрольное ЗСУ, пресс-секретарь Путина решил не включать режим дурака и отреагировал намного более нервно. Цитируем. Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация. И, конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений. Сколько не повторяй халва, во рту слаще не становится. Сколько не повторяй провокации в разных вариантах, преступления против своих же граждан не скроешь. Что уже говорить о чужих? Показательно, что именно в стенах ООН той самой организации, которую Песков призывает к трезвой оценке событий, постоянно звучит нелепая чушь, говорящая лысой головой Василия Небензы, по недоразумению считающимся постоянным представителем Российской Федерации. В своем последнем заявлении он традиционно обвинил Украину ни много ни мало в создании концлагерей для российских граждан. Полагаем многочисленными свидетельствами того, что в ряде контролируемых боевиками населенных пунктов были созданы подобие концентрационных лагерей. Туда насильно сгонялись мирные жители, не пожелавшие или не имевшие возможности эвакуироваться. Так, в подвалах суджанского интерната были насильно согнаны от 70 до 100 гражданских лиц, которых подвергали моральному насилию, используя для съемок пропагандистских сюжетов для украинских и иностранных СМИ. Но позвольте, почему же тогда приглашение Украины представителей ООН и Красного Креста посетить территории Курщины, контролируемой Украиной, Кремль называют провокацией? Вряд ли в этом случае Москва боится разоблачения своей лжи, ведь в кармане у кремлевских пропагандистов всегда найдется сотня-другая измышлений. Каждый день чудовищным потоком с российских телеэкранов продолжает литься ложь о зверствах украинских карателей в Курской области и, конечно же, в первую очередь в судже. К счастью, жители города избавлены от возможности смотреть Останкинский зомбоящик, а о том, что происходит в их родном городе и как украинские военные относятся к мирному населению, они прекрасно знают сами. С нами всеми все нормально, мы все живы-здоровы, нам возят гуманитарку. У меня желание здесь еще сестру, я не знаю, она в суд же пошла, я не знаю, жива она или нет. А как там в Харькове? У меня же там тоже сынок, и зять, и все, и муж. Ну, погано, Харьков обстреливать, можно угощать. Мужечка. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина голову положили, вот на фору, я бы ему... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю. Мы никогда не были за Путина. У нас, вот по селу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Вы не увидите этих кадров, не услышите этих слов в российском зомбоящике. Друзья, больше правды о событиях в Курской области и на других участках фронта можно узнать на канале Территориальная оборона Вооруженных сил Украины ТРО Медиа. Будем благодарны вам за подписку на этот канал. Ссылку мы оставляем в описании под этим видео. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Даша, смотри! На дорогу, Даша! Смотри на дорогу! Да я вижу дорогу! Даша, смотри на дорогу! Нормально все у нас? Да, здорово, все. Да, газуй! Лежай! Французские истребители «Мираж», которые Париж, возможно, поставит Киеву, должны быть модифицированы для поражения наземных целей. Модернизация пройдет на французской авиабазе «Казов». Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину. Не останавливается натовский конвейер войны по подготовке украинских боевиков. На этих кадрах испанский полигон в городке Толедо находится всего в час езды от Мадрида. Сотни украинских головорезов готовят к боям с российской армией. Только в Испании обучили 4000 украинских солдат. А это уже Норвегия, где на войну с Россией натаскивают украинских танкистов на немецких «Леопардах-2А4».